Страна у нас действительно большая, немало и народу в ней живет. Кто-то не видел Ягеля, а кто-то Молочая. Мы постараемся все показать, опять идем в поход. И снова едем в наш любимый Питер. Белые ночи там хотим мы посмотреть, а заодно хотим развод мостов увидеть. И вам все показать, и может песню спеть. Но музыка гремит везде по Питеру. Рок-музыканты везде зажигают. Мы не зря приехали сюда. На улице Джона Вена на праздник в честь дня рождения Пола Маккартни. Здесь, видите, тоже ребята зажигают. Пошли. Идем отдыхать перед очередным рок-путешествием. Это мы. Ну что, девчонки, как тут обстановка без нас-то была? Никто тут не баловался? Все, молодцы. А где Константин? Где нужен он? Здесь. Константин, это я. Русская рок-звезда. Уздаете ли? Молодец. Хороший человек. Узнаешь. Давайте. Экскурсия нам нужна. Нас будет сколько? Все четвером едем? Четвером. Значит, там где вот со столиком ресторан. Двух палок, да? Ну только, чтобы мы были на самом лучшем месте. Потому что, поймите, я рок-звезда. Мне нельзя на плохое место. Понимаю, понимаю. Конечно. Ну человек понимает. Мы обратились к хорошему человеку. К компетентному, давайте. Чтобы сбоку, чтобы видочек был хороший. Вот так, наверху. На втором этаже. Есть прекрасная опция VIP-столк для пяти человек. И по стоимости это будет, получается, 14 тысяч рублей. Давайте. Давай, давай, давайте. Елена, вообще бесплатно. Говорят, русским урок-звездам все бесплатно. Московским. Девчонки, у вас прекрасный тут человек, Константин. Очень капитентный. Мы не успели. Позвоните, он уже говорит, все предлагаем вам. VIP-место. Мы пошли отдыхать. Держитесь тут, держите оборону. Никого не пропускаете, все было четко. Мы пошли. Ну что хочу сказать. Красивый городишко-то вечером, а? Смотрите, все в огнях-то. Невский проспект. Так, красиво все. Пойдемте. А народу прям как днем. А мы идем встречать белые ночи. И смотреть, как будут разводить мосты. Тут сейчас нас кораблик ждет, небольшой. Специально для нас запахтованы. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, неожиданно, честно, не ожидал. В Москве такой напряженного судоходства нет. Все-таки Питер действительно туристический город, настоящий. У нас тут по ночам зажигали люди. Это только начало. Я думаю, что это, ну, конечно, белые ночи на это влияют, понятно. Хочется посмотреть развод мостов, это в два. Но думаю, все-таки это говорит о том, что это настоящий туристический город. Хотя Москва принимает в год по 25 миллионов туристов. Они столько не принимают. Похоже на этих. На финнов, которые проиграли. Радуются. Да они так любят петь. Сейчас проедет наш катерочек за нами. А вот и прибыл наш крейсер, на котором мы пойдем бороздить просторы мирового океана, неотъемлемой частью которого является и река Нева. И если вы обратили внимание, уважаемые любители рок-музыки, командиром крейсера является молодой и амбициозный морской офицер, который, я уверен, покажет нам все разводные мосты и сумеет подойти к ним как можно ближе и первым, чтобы мы уловили все детали процесса. Уважаемые любители рок-музыки, вот та экскурсия, ради которой мы сюда и приехали. Посмотреть на Белые ночи и на разведение питерских мостов. Они начнут разводиться ровно через 45 минут. Мы пока прокатимся по реке Моечке, по другим каналам. И посмотрим на Питер с нулевой точки. Знаете, морской ноль. Мы в Венеции так ходили по каналам. Тоже прикольно смотришь на эти здания старинные. Конечно, если бы еще был экскурсовод, чтобы рассказывал, мимо чего мы проплываем, вообще бы цены не было бы этой экскурсии. Но, к сожалению, все теплоходы уже были распроданы. Поэтому пришлось заказать нам катер. Но, с другой стороны, в этом есть преимущества. Идут сам по себе. Ну, только рок-группа ВВСКСД здесь находится. И я надеюсь, что вот слышно, когда мы проплываем под постами. Потому что глушить начинает вдруг. Так что вот такая вот поездочка. Ну, что бы хотелось еще сказать по поводу Питера, по поводу белых ночей. Но они не такие уже белые, как вы видите. Но, тем не менее, достаточно светло. Это, конечно, не полярный круг. Там вообще солнце не садится. Но, тоже светло. Прекрасный город Питер. Сегодня побывали на двух экскурсиях. Все это вам будем показывать. Все очень интересно. А завтра будем ходить на концерты. Ну, вот так как-то. Так что, уважаемые любители рок-музыки, вот она красота. Петропавловская крепость. А идем мы к символу еще одному, к питерскому. К рейсеру Авроре. А мы были там на предыдущей экскурсии. И рассказывали вам про Аврору. Сейчас будем к ней подходить. Ну, люди веселятся. Музон, слышите, будет. На весь залив. Уважаемые любители рок-музыки. Приближаемся к знаменитому крейсеру. И сзади отель Санкт-Петербург, в котором мы останавливались. В одной из экскурсий. И видите, сверху там написано Love You. Это великолепный ресторан, который был удостоен звания лучшего. В каком-то году здесь. Буквально в прошлом или позапрошлом. И повар там великолепный. Просто мне очень нравится. Может быть, даже сходим на этих выходных туда. В Love You. Классный ресторан. А внизу, там киноконцертный зал Аврора. Там мы были на концерте рок-группы Outcast. Неплохие ребята. Новая группа. Ну, из старых. Всех. Из аматорей. Хорошие мужики. Но последнее время что-то они коммерциализировались. Начали каверы петь всякие. Как будто своих мыслей нету. И музыки своей. А вот она Аврора. Знаменитая. Выстрелами с которой была ознаменована начало революции. Великой Октябрьской. Мощный крейсер. Очень красивый. Несмотря на то, что устаревший. Чисто артиллерийский. Сейчас уже артиллерийские корабли практически не выпускают. Не создают, не строят. Ну, только так. Пушка спереди стоит, а может сзади. А так в основном, конечно же, ракеты. Это высокоточное оружие и более мощное, конечно. И по калибру, и по взрывной мощи. Все ракетное. А в Лондоне стоит крейсер. Только Белфаст. Ощетинившийся пушками. Дам их побольше, чем здесь. Здесь именно рострах пушки везде. Я представляю, когда такая махина подходит к какому-нибудь городу. И все свои пушки направляет на него. Если город гражданский, он тут же выбрасывает белый флаг. Сдается. Потому что такой корабль может разрушить город очень быстро. Своими орудийными залпами. Такая мощь. Но это удивительно на самом деле. Что корабли строят как объекты недвижимости огромные. И то, что они могут держать на себе громадные грузы и ракетные установки, которые в космос могут взлетать. И самое интересное то, что корабли приравниваются к объектам недвижимости. Хотя это движимое имущество. Но по нашим законам корабли и самолеты это объекты недвижимого имущества. Почему? Потому что к объектам недвижимого имущества относятся объекты, ну, с одной стороны, вроде бы, как неразрывно связанные с землей. Но с другой стороны, там есть поправка, которая проходит государственную регистрацию. И вот корабли и самолеты внесли в реестр объектов недвижимости. У нас в стране, я не знаю, как на западе, но у нас 100 объектов недвижимости. Так что Питер живет ночной жизнью. Такой, знаете, открытой. Если Москва, она такая клубная, такая закрытая вечеринка. Там на улицах люди не гуляют. Ну, не так как здесь. Тоже гуляют везде. Но так как здесь нет. А здесь наоборот. Здесь открытая, уличная такая тусня. Корабельная. Речная такая. На поверхности люди гуляют. Ну, вы видели. На Невском проспекте толпы прогуливающихся людей. В Москве такого нет. Такая разница в городах. Но это разный менталитет совершенно. Проявляется по-разному. Хотя здесь, я уверен, клубов не меньше. По крайней мере, ресторанов-то точно не меньше. На каждом углу в центре ресторана. И мы сегодня посетили Строганова. Прекрасный ресторан. Вот такой ресторан. Хороший. А вот спереди парусничек. Деревянный. Вон он. На нем сейчас ресторан. И я надеюсь, мы в него когда-нибудь сходим. Говорят, что тоже неплохой. Экзотичный. Вот он сзади. Проезжаем мимо артиллерийского музея, в котором мы сегодня... Вчера уже проходили экскурсию. Прекрасный музей. Прекрасная история развития огнестрельного оружия. Прекрасный был экскурсовод. Много рассказал интересного. Того, чего я раньше не знал. Такие банальные вещи, казалось бы, но их надо было знать. Что оказывается подкоп под стенами крепости называется сапа. Что-то делать тихой сапой. Подкапываться. Интересное выражение. Я не знал этого. И оттуда уже происходит сапер, который подкапывался, закладывал взрывные устройства под крепостные стены. Оттуда все. Сапа, сапер, тихой сапой. Подходим еще к одному паруснику. Красиво. Видите, сигнальные огни, как они красиво зажгли. Прям напоминает корабль в море. Да. Чтобы не были сигнальные огни. На том паруснике их не было. Тут прям красоту сделали. Это прям такой морской колорит. Красиво. И уверен, там наверняка тоже ресторан есть. Надо будет узнать. Видать, проходит какая-то реконструкция исторических событий. Ух ты. Может, клип снимают? Какой-нибудь. Дым пошел, там знаете. Дым, дым пошел. Музыка. Ну, вот это вот. По-взрослому люди клипы снимают. Смотрите. Почти как мы. Почти как мы. Главное, быстро, оперативно. В костюмчиках. В таких недорогих. Снимают тоже. Ну, что? У нас учится, видать. Видите? Музон врубили и погнали. Так что жизнь тут бурлит. Дядька Черномор с ним 33 богатыря. Видите, стоят себе аккуратно на пристани и песни поют. Уважаемые любители, мы не одиноки. Это люди сидят, ждут развода мостов. Хотят тоже увидеть. Видите? Но у нас есть преимущества. Мы прям под ними будем проходить. И видеть эту красоту. Уважаемые любители рок-музыки, перед нами дворцовый мост. И вы видите, сколько народу собралось посмотреть, как он будет разводиться. Все набережные усыпаны. Люди хотят посмотреть. И здесь, с какой-то стороны, здание ФСБ. Я не петербуржец, я не знаю. И вот, в 2010 году арт-группа под названием «Война» взяла и на мосту нарисовала, до того, как его разводить, 45-метровый эрегированный пенис с причандалами. И когда мост поднялся, то на здание ФСБ смотрел этот 45-метровый пенис. Ну, это известная инсталляция. Что ее отметили даже какой-то наградой. Ну, по случайности, они не поняли. Ну, наверное, здание вот это, ФСБ. Ну, такое строгое. Наверное, вот это оно и есть. Вот слева от меня. Потому что с той стороны какой-то дворец. Прям-то это вряд ли здание ФСБ. Вот это, наверное, оно и есть. Так что ждем события. И ФСБ сидят ждут в управлении Санкт-Петербургском. Может, думают, что-то опять там нарисуют. Интересное. Так что русский мужик на выдумке хитер. Знаете, голь на выдумке хитра. Но до этого надо было додуматься. Я, конечно, аплодировать могу только таким ребятам изобретать. И смелым главное. Все-таки, знаете, тигра за хвост хватать. Не каждый осмелится. А эти осмелились. Может, с дуру. Может быть, скорее всего, с дуру. Но все равно это нужно было иметь смелость. Потому что последствия у нас могли быть непредсказуемы. Видите? И на волнах, и на берегу народ ждет. Идет, и мы подождем. Хочу увидеть, как разводился тот легендарный мост с мужским членом. Ну, честно говоря, уважаемые любители рок-музыки, неожиданно полностью с той стороны. Вся набережная усеяна людьми. С этой усеяна людьми. Я не ожидал такого, честно. Ну, думал, там кто-то там на теплоходике проплывет, посмотрит. А тут прям событие. Все-таки это радует. Вы знаете, у нас люди стали свободней. Они стали раскрепощенней. Причем давно уже. А новое поколение уже и забыло, что ФСБ страх вызывает. Ну, а КГБ-то вообще... Сколько анекдотов. Помните было про КГБ? Про его всесильность. Мне особенно нравился анекдот, знаете, когда один мужик говорит, да, я не боюсь КГБ, я вот сейчас буду их сейчас дразнить буду. И он что делал? Чтобы его не поймали. Тогда были будки автомата или телефонные, которые без номера, ну, определить, где находится, можно, конечно, но поймать тяжело. И он заходил в эту будку, поднимал трубку, набирал и говорил, это КГБ? А там говорили, КГБ. Он говорит, плохо работает, и трубку вешал. И быстро переезжал на автобусе в другой конец города, заходил в новую будку. Опять, это КГБ? А те говорят, нет, это КГБ, плохо работаете. Он тогда быстро выскакивал, ехал в третью будку. Там в той будке опять звонит, говорит, это КГБ. А его по плечу стучат, и говорят, КГБ, КГБ. Ну, это анекдот из разряда всесильности КГБ. И таких было много анекдотов. Ну что, там уже сигналы прозвучали. Сейчас пойдет дело. Пошло, пошло. Видите, он расходится посрединке. Пошел. Красота. Вы знаете, вот люди не сведущие, далекие от инженерных вещей, сложнейших сооружений, даже небольшой мостик. Это расчеты очень серьезные. А такой мост и подавно. Это очень сложно. Такое запроектировать, создать, все предусмотреть, чтобы не прогибался нигде, чтобы состыковывался точно. Это великая инженерная работа. О, красота. Все, мост открыли. Пути открыты вперед. Вот такие-то у нас. Все дороги нам открыты. К вершинам рок-н-ролльной славы. Красота. Ну, действительно красиво, впечатляет. Уважаемый любитель рок-музыки. Ну, впечатляет. Знаете, мне хочется еще какую-нибудь песню написать про Санкт-Петербург. Про мосты. Которые соединяют сердца. Такую банальную фразу я произнесу. Помните? От сердца к сердцу. От мечты к мечте. Вот. Пошло дело. Погнали. О, красота. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, вот, вроде бы ничего необычного. Белые ночи в этих широтах обыденность. Развод мостов еще большая обыденность. Их каждую ночь разводят во время открытой навигации. А людям все равно интересно наблюдать за этим снова и снова. И я уверен, что здесь не только одни туристы. Уверен, что здесь и масса питерцев гуляют по ночам. Ну, а уж про молодых рок-музыкантов и говорить нечего. Это вообще ночные звери. И гуляя по ночному Питеру, наблюдая за разводом мостов, у меня в голове почему-то все время крутился бессмертный хит группы кафе под названием Старший сержант. Товарищ сержант, два часа до рассвета. Ну, что ж ты, зараза, мне светишь в лицо? Товарищ сержант, скоро кончится лето. И ночь хороша, словно сказочный сон. В карманах галяк, я опять на мели. И рад бы домой, да мосты развели. Товарищ сержант, забудь обо всем и со мной покури. Прекрасная песня. И, кстати, похвастаюсь. Алексей Смирнов, лидер группы кафе и автор этого бессмертного хита, принимал участие в съемках двух наших клипов. Кто мы, которые снимали на одной питерской крыше? И мне бы стать сверхновой звездой, которую мы снимали на питерских железнодорожных путях. Спасибо ему и за эту великолепную песню, и за помощь в съемках наших клипов. Я думаю, куда они так торопятся. А тут будут следующие разводить. Я думал, их одновременно разводят. Троицкий мост. Теперь Троицкий разводят. Смотрите. Но его, видите, сбоку разводят, не посредине. Ну, это целое приключение. Настоящее. Во. Класс. Ну, не зря приехали в этот раз в Питер. Класс. Мне очень нравится эта поездка. Как и предыдущие, впрочем. Вы видите, каждая экскурсия в Питер, каждая рок-путешествия доставляет нам массу удовольствия и приятных впечатлений. Ну, нам повезло. Мы же хотели на теплоходе с рестораном на второй палубе. А там мы не успели билет купить. Почему? Потому что там было несколько мест, таких столиков, они их заняли. А те, все остальные, все раскуплено. И мы тогда заарендовали катер скоростной. И выяснилось, что здесь целое приключение. Что люди устраивают гонки от моста к мосту, они разводятся по очереди. И это, конечно, прикольно. Это я еще раз. Это целое приключение. Класс. Мне нравится. Очень классно. То есть от дворцового моста к Троицкому. Наверное, и все. Уважаемые любители рок-музыки, подвожу итог ночной экскурсии. Ну как ночной? Ну, мы специально проехали смотреть Белые ночи. Поэтому Белые ночи посмотрели. Развод мостов посмотрели. Анекдот вам про ФСБ рассказали и про арт-группу «Война» рассказали. И я понимаю, что вы сейчас зададите мне коварный вопрос. А хорошо тебе там солнце не слепило тебе в глазах через твои очочки? Не пробивало солнце? Ребята, у меня же волшебные очки. Они защищают меня от любых солнечных лучей. Поэтому все было нормально. Все было прекрасно. И я надеюсь, наш рассказ вам понравился. Ну, уважаемые любители рок-музыки, ну, согласитесь, ну, как днем все. Можно было, конечно, сесть на теплоход, ресторан, сесть за столик и смотреть. Но это медленно. А тут был прикол в этой гонке. От моста к мосту успеть, кто первый подскочит и посмотрит на разводящийся мост. Это класс. Это захватывает. И это, вы знаете, появляется азарт. Это класс. Это прекрасно. Поэтому рекомендую. Не на теплоход садиться, на тихоходный. А все-таки собраться в компании, сброситься и нанять скоростной катер. И тогда вот этот прикол, вот эта гонка, это, ну, просто класс. Мне очень понравился.